Приветствую вас! И вы знаете, первой моей рекомендацией вам будет посмотреть в интернете семейные психологические игры. Ну просто, какие они бывают. Например, суд, что из-за тебя, дорогая, а ты знаешь, ну и там, по-моему, как-то так это называется, даже не вспомнил. Игр много психологических семейных. Вот. Посмотрите. Посмотрите эти игры и обещайте ваши игры, в которые вы играете. А есть психологическая игра семейная, называется Скандал. Вот. Что же достаточно хорошая такая иллюстрация к тому, что происходит именно между вами. Да, скандал, обида и так далее. Вот. Я бы даже, наверное, сделал такое небольшое предположение, что когда у вас прекратилась интимная жизнь, когда вы перестали заниматься сексом, примерно в это время скандалы увеличились. Потому что они стали больше. Видите ли, любая ссора заменяет собой секс. Заменяет собой разрядку. И человек совершенно не случайно выбирает именно скандал. именно ссору. Именно конфликт. Потому что это позволяет ему избежать близости. Избежать близости интимной, избежать близости духовной. или какой-нибудь еще. То есть тут, в принципе, совершенно очевидно. Вот. Понимаете? И я думаю, я думаю, что это первый и главный момент. Вот. Дальше. Дальше. Обратите внимание на то, что вы пишете. Я в отношениях с мужчиной нахожусь. Пять лет. Пять с половиной лет. Полтора года из них в браке. А что смущает? Да? Что смущает? Смущает. Сразу. То, что он. Вы пишете. Я нахожусь. В отношениях. Именно нахожусь. Не вступила. В отношения. Как вот. Таковые. А нахожусь. То есть, как будто это произошло без вашего контроля. Без вашей ответственности. Без вашего внимания к этому вопросу. Это первое. Второе. Смутило. 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 Точнее. Тот факт. Что. Вы пишете. Три. Значит. Пять с половиной лет вы в отношениях. Полтора года в браке. То есть. Всего полтора года в браке. Из пяти с половиной лет. У этого тоже есть причина. Причина. Почему так долго вы были с мужчиной в отношениях просто так? Почему вы решили пожениться? Чья это была идея пожениться? Ваша или его? Если да, то он. Соответственно. Всем это было продиктовано. Вопрос. А что вас объединяет с мужчиной? То есть, что общего у вас? Что общего между вами? Скажем так. Вот. Это важно. На самом деле очень важно. Необходимо понять. Именно понять. Что общего между вами? Что вас объединяет? Что между вами общего? И какова субъективная позиция ваших отношений? В том числе каждого из вас. Так? Вот. Вы говорите, что, значит, у вас ребенок имеется. Вот. Вот. Но, простите, а почему? То есть, если у вас проблемы, если вы давно, например, без интимных отношений, то для чего вам ребенок? То есть, откуда идея завести ребенка? То есть, откуда идея завести ребенка? Чья это идея завести ребенка? Ну, с чем обусловлен этот момент завести ребенка? Опять же. Да? Вот. Понимаете? Это все нужно выяснять. Причем, подумать об этом нужно вам в первую очередь. То есть, все это консолидировать нужно вам. Дальше. Сейчас мы находимся как будто в самом тупике наших взаимоотношений. Ну, что ж. Существует такая психологическая игра в тупик. Вот. Психологическая игра в тупик существует, скорее, в контексте отдельной личности. То есть, не в контексте семьи. Считается, что психологическая игра, это именно психологическая игра в тупик, точнее. Это именно личностный аспект. Это не аспект семейный. Вот. Хотя, безусловно, и в семье тоже тупики бывают. Ну, тупики случаются. Это нормально. Вопрос в том, насколько люди берут ответственность на себя. Ну, за это. Вот. Следует понять важную вещь, что у любой психологической игры есть выгода. Это значит, что для чего-то человеку эта игра нужна. Его игра для чего-то человеку нужна. Он это получает. Что-то далеко не всегда понятное даже ему. Как правило, как правило, человек играет в игры, чтобы получать определенные поглаживания. Об этом вы можете более подробно почитать в сказке про пушистиков. Вот. Так и напишите сказку про пушистиков и почитайте. Так, невыносимо быть рядом. Чем? Невозможно простить. Возможно, Марина. Простить всегда возможно. То есть, прощение возможно. Всегда. Летю нужно просто предстать ждать от человека. Нужно просто предстать ждать от него. Ну, чего-то. Нужно просто предстать ожидать от человека поведение, которое вы хотите. Хотите вы. Вот. Противно смотреть вам на него. На него. А это уже связано, скорее, с тем, что вы чувствуете сами. То есть, это связано с тем, как вы себя чувствуете с этим человеком. То есть, дело здесь. Дело здесь. Дело здесь. Не в нем. А в вас. Чувства ваши. И ответственность за свои чувства вам нужно брать. Именно на себя. Я. То есть, это не та история, когда справедливо и конструктивно делает другого человека ответственным за ваши чувства. Негативные, например, там, позитивные и так далее. Вот. Знаете, какая история. Поэтому, если вам на человека посмотреть противно, значит, вы испытываете определенные чувства, но вы не хотите брать за них ответственность на себя. Вы не хотите брать ответственность за свои чувства на себя. Вместо этого вам проще, возможно, думать, проще считать, что человек, в данном случае ваш муж, да, виноват в том, что с вами происходит. Он не ведет ответственность. Но он не ведет ответственность ровно в размере 50%. Вот. Не больше. Знаете? Вот. Это нужно понимать. То есть, нужно вот эту историю понимать и отслеживать, да, то есть, что за чувства, что за чувства, например, есть у вас. Какие они, эти чувства у вас, да, что они из себя представляют, ваши, допустим, чувства. Вот. И как и что вы можете сделать для того, чтобы, ну, соответственно, эти чувства вам, допустим, выражать, да. Вот. Не в контексте, а, там, ну, скажем, обвинений, обвинений, да, вот, обвинений мужа, а именно в контексте себя, своей ответственности. Дальше. У нас было очень много взаимных обид, претензий и предательства. Обид – это завышенное ожидание, а претензия – это, соответственно, перенос ответственности. А предательство – это искажение образа реального человека. Особенно, если человек не растяивается. Вот. Ну, это с субъективной точки зрения, да, то есть понятно, что обиды – это то, что нужно разбирать, претензии – это тоже то, что нужно разбирать, и предательство – это тоже то, что нужно разбирать. Вот. Но здесь необходимо переходить к я-сообщению. Об этом тоже можете почитаться в интернете. Муж любит ходить гулять с друзьями по несколько раз в неделю, любит выпить пиво. И что? Ну, для вас это новость. Для вас это неожиданность, что он вот любит так делать. Или что? Или как? То есть, что конкретно проблемой является? Вот. Вы извините, но как-то вот просто не очень понятно здесь. Или, может быть, вы не знали о том, что он вот такой, что он будет вести себя так. Вот. Или вы рассчитывали, что он будет вести себя по-другому? Ну, скорее всего, да. Скорее всего, вы думали, что он будет вести себя иначе. Скорее всего. А в городе – нет. Так, я все время дома с ребенком однал. Но, опять же, ребенок появился не вчера, да. И вы, наверное, приходили к каким-то решениям относительно него. Поэтому, то, что вы остаетесь временно с ребенком – это в некоторой степени ваш выбор. То есть, понятно, что в этом приняли участие и другие люди. Понятно, что за это отвечает и в том числе и мужчина. Это понятно. Но вам нужно, вам нужно разобраться со своей частью ответственности. Понимаете? Вот. То есть, что с толку сейчас его обвинять? Он вам все равно не даст того, что вы хотите. А вот вам проанализировать, почему вы решали действовать так и как вы оказались в этой ситуации, очень даже нужно. В городе нет моих родных, только муч и свекровь. А это должны быть родные. Помощи ждать не открою. А должна быть помощь. То есть, ну, очень много семей живет так, как вы. Мужчина там работает, да, там не бывает его дома, женщина одна с ребенком. Я не говорю, что вы должны так же. Но если вы оказались в этой ситуации, значит, вы, наверное, считали, что справитесь. Почему вы пишете про помощь? С какого-то времени, довольно давнего, у нас нет с мучим интимных отношений. А из-за чего? То есть, ну, как вы отреагировали-то на это? На то, что у вас с мучим нет интимных отношений. Иногда бывают мирные дни, но всегда ощущается дискомфорт, ощущение того, что вот-вот придется защищаться или нападать. Вы не отвечаете за свою безопасность. Это первое, когда вы говорите про защиту. И вы оправдываете так свое желание контролировать имя и свое желание поменять мужа. Это когда вы говорите про нападать. Знаете? Ну и совершенно точно, что у вас нет внутренней гармонии, да, потому что иначе в противном случае вам не нужно было ни защищаться, ни нападать. Потому что защита это, как правило, значит, ну, как правило, как правило. Защита это, значит, следствие удержания человека, да, то есть вот человек, он хочет удержать, значит, себя в определенном состоянии. Просто. Вот. Ага. То есть у человека есть внутренний конфликт, да, а он чего-то в себе не принимает. Что-то внутри него конфликтует, да, то есть нет четко выработанного, четкого отношения к каким-то своим качествам, к какому-то своему поведению. И когда происходит какая-то реакция другого человека, вот, то приходится защищаться. Защита это проявление неуверенности в себе. А нападение это желание контролировать. Ага. Но все это преследует одну цель. Безопасность. Вот. 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 Это потребность в безопасности вашей. И почему-то вы перенесли ответственность за свою безопасность на своего мужа. Который может быть и мог бы вам с этим помочь. Но в первую очередь за это отвечаете вы. Как и за свои личные границы и за правила. Которых вы придерживаетесь. Вообще по жизни. Вот. Кстати, отдельный вопрос в том, как у вас складываются отношения со фигурой. То есть, хорошие у вас неотношения? Не очень. Вот. То есть, с фигурой, в принципе, при правильном подходе можно стать и подругами, и чтобы она с ребенком помогала и так далее. То есть, знаете, вот мне такая аналогия пришла в голову. Вот вы как будто встали, да? Вот. А теперь просто проснулись и увидели, что, о, оказывается, я вот так живу. Что-то оказывается у меня вот такая реальность, а я думал, что у меня реальность оказывается совсем иная. Вот. Смотрите. Какая история. Вот. Ну, то есть, здесь вот, конечно, ситуация складывается так, в первую очередь. Конечно. Понятно, да? О чем идет врач? Что есть вот? Я бы хотел, чтобы вы сейчас просто посмотрели на эту ситуацию вот с такой стороны. Дальше. Так. Набрежение это, соответственно, следствие угрозы. Мы говорили друг другу ужасные вещи вплоть до пожелания смерти. Так. Мы говорили друг другу ужасные вещи. Да? Значит. Не мы говорили. А лично вы, знаете, вот лично вы говорили своему мужу неприятные вещи. Муж говорил, это его право. Муж говорил, это его выбор. Хочет говорить, даже если это неприятно, да, это его право. Вы не поменяете человека другого. Вот. Никак. Понимаете? Какая история. Вы не поменяете. А вот свое поведение изменить очень даже можно. И перестать со своей стороны способствовать участию в конфликтах. Вот. То есть убрать половину ответки, половину причин для возникновения конфликтов. Три недели назад, значит, у меня начались сутки расстройства, поставили диагноз панический атак. Ну, то есть это страх. Это подавленное желание. То есть вы себя ограничиваете в проявлениях чувств, вы не удовлетворены и так далее, и так далее, и так далее. Из-за этого панический атак. Вот. То есть тут надо работать и над собой, да, и над отношениями сможем вначале работать над собой, естественно. Кстати, а назначили ли вам лечение какое-то по, значит, ну, по вынесению диагноз? То есть диагноз есть. Хорошо. О лечении. Я постоянно на неврозе. Так, ну, невроз это состояние. И не совсем понятен смысл того, что вы написали постоянно на неврозе. Что это? Невроз это, по сути, такой же диагноз. То есть паническая атака это один диагноз, а невроз это другой диагноз. Как у вас это связано? Паническая атака и невроз? Это непонятно. То есть если поставили паническую атаку, это одно. Если, да, панические атаки могут быть из-за невроза, но тогда должно быть, должен быть диагноз невротическое расстройство. Не могу спать. Почему? Нормально общаться с ребенком. Не могу. Почему? Хочу, чтобы муж меня поддержал. В чем? Вы же его ненавидите. Вы же ему желали смерти. Вы же с ним ругаетесь. Но вы же на него нападаете и защищаетесь от него. О какой поддержке нет речь? Поддержка это результат доверия. Это результат доверия. Это никак не, ну, это никак не действие в кондекции нападения или защиты. Нужно отказаться от нападения или защиты, и тогда откроется простор для поддержки. Вот. Выбейте, хочу, чтобы муж меня поддержал в чем и для чего. Он не может, вам нужны для этого другие люди. В частности, вам нужен психолог, а психолог может вас поддержать. Напитать вас силой, а дальше вы сможете изменить свое поведение, и вас будет поддерживать муж. Потому что муж не специалист, он такой же человек, как вы. И, возможно, ему тоже нужна поддержка. Кстати, не думали ли вы о том, почему он уходит гулять со своими друзьями и любит выпить пиво? Почему у него есть мотив уходить гулять с друзьями? Так, он уходит гулять и говорит, что это новый способ манипуляции. Ну, соответственно, не верит вам, потому что вы либо нападаете, либо защищаетесь. Может просто ни с того ни с сего сказать, что я тебя ненавижу, потому что у него плохое настроение. Но, опять же, это просто слова. Человека судят не по словам, а по действиям, по поступкам. Другое дело, что если вас это задевает, то уже другой вопрос. У меня от каждого слова еще, а мне от каждого слова хуже, скачет давление. Как будет в такой ситуации? Ну, я полагаю, что вначале нужно выпрямить ваше здоровье. Что все, что нужно для вашего физического здоровья, нужно сделать. Не будет толку от лечения, от психотерапии, если вы будете жить с мужем. Наверное, сейчас. То есть, понятно, что тут, может быть, могут быть варианты. Понятно, что могут быть варианты. Но мне, вот пока что, пока что, мне кажется, ситуация, ну, вот, такой. То есть, что я хочу сказать. Что я хочу сказать. А я хочу сказать. Что с психологом, например, с психологом, вы проведете, ну, час, полтора, два по времену. Вот. С психологом. А с мужем, со своим, вы будете жить гораздо больше. Гораздо дольше. Гораздо дольше. И времени проводить с ним вы будете тоже, тоже гораздо больше. Как это не продактально. Поэтому, изоляция на время восстановления вашего здоровья была бы в высшей степени неплохим решением. Вот прямо в высшей степени это было бы неплохим решением для вас. Хотя, и самым крайним. Я бы сказал, что это прямо вот очень крайне, очень крайнее решение. И я бы сказал, что оно, это решение, ну, должно приниматься только в том случае, если вы, вот, прямо, знаете, твердо уверены в том, что не сможете, не сможете, допустим, с мужем, да, существовать. Занимаясь собой. Вот. То есть, то есть, ничего, абсолютно ничего хорошего не будет для ваших отношений с мужем, если вы от него изолируетесь и уедете. Вот. С другой стороны, если у вас действительно серьезные проблемы со здоровьем, если у вас действительно трудности, то, возможно, это единственный вариант для вас. Возможно. Возможно, для вас это единственная возможность. Складывается ощущение, что вы в безвыходном положении находитесь. То есть, вы пишете, что вот, мы все равно живем под одной крышей и пытаемся якобы что-то строить. Что значит, пытаемся, и что значит, якобы, и что значит, что-то строить. Вы пытаетесь или он пытается. Что значит, якобы, то есть, насколько это вообще искренне. Вот. Ну, по отношению друг к другу. Вот. Что значит строить, да? То есть, что вы делаете для того, чтобы строить? Сделаете ли вы что-то реальное для того, чтобы, вот, выстраивать отношения? То есть, какова более, скажем так, более настоящая причина, по которой вы живете, живете вместе? Вот. То есть, я хочу, чтобы вы для себя этот момент обязательно проанализировали. Потому что, еще раз повторяю, непонятно субъективная ваша позиция. Вот. Она не ясна. Ну, вот. По крайней мере, мне не ясна. Вам плохо, вы страдаете, вам тяжело. Но при этом, но при этом, а, вы, как будто не видите для себя выбора, не видите для себя иного выхода. Вот. Если вы можете уехать, например, если вы можете уехать, что вас удерживает от этого? Коль вы видите, что влияние на здоровье фатальное для вас. У вас уже панические атаки развились. Развились. Вот. То есть, ну... Давайте, как бы, вот это вот, этот момент, да? Эээ... Определим. Что же. Ну, ну, для себя, да? Давайте мы для себя этот момент выделим. Вот так. Вот так. Обнаделите цель, чего вы хотите, Марина. Именно, что вам нужно. И, соответственно, исходя уже из того, что вам нужно, принимайте решение. Вот и всё. Я полагаю. И уже в рамках поставленных целей, в рамках поставленных целей, мы можем вам помочь. Мы можем адекватно вам помочь. Мы можем адекватно что-то для вас сделать. Вот. А пока у меня есть ощущение, что вы жертва в этой ситуации. Эээ... И в этом контексте я рекомендовал бы вам посмотреть треугольник Карпмана, эээ... в котором достаточно четко и ясно говорится про позицию жертвы в отношениях. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Эээ... Если у вас остались, эээ... дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Эээ... Ещё раз, эээ... подчёркиваю, что ваш муж не может вам дать той поддержки, эээ... которая вам нужна. И это нормально. Это нормально, что он не может дать вам этой, этой самой поддержки. Просто потому, что у мужа есть свои ресурсы, и они ограничены у него. Я так же понимаю, что поддержку вам, эээ... поддержка вам нужна. Я отдаю себе в этом отсчёт. Прекрасно отдаю себе отсчёт в том, что вам нужна поддержка. Поэтому, эээ... вам нужно искать людей, которые вам бы её дали. Это могут быть... эээ... Сыкровь. Если у вас нехорошее отношение. Это могут быть друзья. Это могут быть воззранители. Это может быть психолог. Вот. И так далее. Но... Но... Эээ... Пожалуйста. Обратите внимание. Обратите внимание на то, что вы оказались в этой ситуации. В этой ситуации вы оказались не случайно. То есть, есть у вас ряд факторов. Ряд факторов. Эээ... скорее всего. Которые сделали возможным такую... Возможную такую ситуацию. То есть, по какой-то причине вы с мужчиной долгое время... Да, долгое время... Находились к ней в браке. По какой-то причине вы с мужчиной постоянно живёте в конфликте. По какой-то причине вы с мужчиной согласились на отсутствие интимных отношений и на ребёнка. Что здесь? Я не знаю. Может быть, это неуверенно в себе. Может быть, это страх. Страхи какие-то. Ну вот, панические атаки. Это одно из проявлений страхов. Вот. Может быть, это что-то ещё. Что-то, чего пока я не знаю. Да, может быть, это родительский сценарий. Негативный родительский сценарий. Потому что, ну, как бы, вы в некоторой степени, да, вы ведёте себя, скажем так, последовательно в своей позиции. То есть, вы последовательны в том, что снова и снова перекладываете, например, ответственность на мужчину и последовательно в том, что вы обесцениваете себя. Вот. Ну, в этой ситуации в целом. Вот. Понимаете? Какой момент и какая история. Вот. И нужно, нужно, нужно определить, почему так произошло. Для этого есть более глубокие причины. Хорошо. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. Именно. Поехали.